Костюмы. Раз, два, три, четыре. Наталья Нотова – старший фельдшер участковой больницы, которая расположена в 70 километрах от райцентра. Сегодня она получает индивидуальные средства защиты – респираторы, костюмы, очки и маски. Все это необходимо медикам для работы с пациентами, которые находятся на карантине. Это все-таки, прежде всего, наше здоровье медиков. Средств защиты, по словам главного врача Центральной районной больницы Евгения Васильева, пока хватает. В течение месяца запасы пополнят еще. Мы очень благодарны «Газпром Трансгаз Томск» за оказанную нам финансовую помощь в размере 200 тысяч рублей на приобретение средств индивидуальной защиты. Это очки, респираторы, бахилы, халаты, костюмы, фартуки. Все необходимое для того, чтобы работать в инфекционном стационаре и на дому. Ситуацию по коронавирусу в районе медики называют сложной, но контролируемой. Инфекционный госпиталь Куйбышевской ЦРБ, под который переоборудовали инфекционное отделение, сегодня принимает пациентов из восьми районов области. На сегодня у нас в инфекционном госпитале 13 внебольничных пневмоний. Они находятся сейчас в процессе лабораторного подтверждения на коронавирусную инфекцию. Восемь человек в районе уже с лабораторным подтверждением коронавирусной инфекции. Семь из них находятся в инфекционном госпитале с пневмониями. И один бессимптомный наблюдается на дому, потому что он клинически совершенно здоров. Еще 16 пациентов, контактировавших с коронавирусными больными, наблюдаются амбулаторно. Медики призывают жителей района максимально соблюдать режим самоизоляции. Сегодня пассажиров без масок отказываются перевозить в городском общественном транспорте. По словам кондукторов, негатива со стороны пассажиров выслушивать приходится много. Но большая часть населения к требованиям соблюдать масочный режим относится с пониманием.